ах какая тишина пол пятого утра здрасте всем доброе утро мы тут кофе балуемся завтракать машине пока нечем ничего не брал с собой да и не хочется уютно тут заправка такая я вот ни разу сюда не заезжал первый раз здесь тут и душ все есть стоянка довольно таки большая она его там дальше там он еще елка есть внизу машины стоят сейчас будем выезжать будет видно вот все у нас вроде бы нормально миша уже в московской области пойдем сейчас прицеп заглянем посмотрим что у нас там что мы везем глянем как там вообще все поживает ремешки будем заводиться будем выдвигаться огонь на новой резине вообще класс вот такой вот алюминий мы везем французам в документах я еще толком не рассматривал сколько тут пачек ремешки все нормально все крепко надо считать смотрю берем 2 цемерки получается 2 декларации 2 цемерки все ремни как струна ремней часть надо нам уже менять уже наверно штуки три у нас порванных потертых много увозим разные товары скажем так вот даже вот ведь это не есть хорошо конечно это если на контроль возьмут за это буду наказан михао владимирович чем вот такой ремень привязали можно было его на францию не привязываться ладно ничего страшно нужно было вот этот он тут тоже вот на штук 5 ремней с замками будем покупать новых сейчас этим заходом в европу дождик только закончился я еще четыре утра просыпался еще дошел сейчас все он коллеги уже начинают трудиться ну и мы поедем закрываемся тогда заводимся вперед на запад поехали так поднике отрегулировать под себя месяц не ездил больше вот видите здесь еще внизу большая довольно-таки парковка сейчас там надо развернуться где-нибудь нам-то надо убрать не в сторону что рассказать вот сами сколько что везем увидели алюминии веса где-то 21 с половиной тонна везем на францию в район лиона вот у нас тут разворот как раз вот везем в район лиона сегодня у нас понедельник 13 июля выгрузка у нас запланирована на пятницу вот здесь 12 12 21 24 24 24 24 25 25 Перепроложить. Не надо перепроложить. Просто как-то очень интересно нарисовали разметку. Дайте 4,4 километра. Перепроложить. Ладно, поверните направо. Вот район Леона. Так, что еще сказать. Пойдем мы сегодня через другую границу. Об этом немножко позже. Пойдем не на Брест. Но все покорится по порядку. Сейчас у нас задачка на данный момент утренняя. Добраться до столицы нашей Родины. Республики Беларусь. Города Минска. Все транзитные ограничения уже сняты по проезду через Белоруссию. То есть можно ночевать где хочешь. Время не ограничено. Заедем в Минск. Там, где всегда машину ставят. Ставлю, там машину кину. Надеюсь, биба и боба. Бухать туда не приедут. Даже если приедут, ничего страшного. Расцепляться я не буду. Домой там, туда-сюда, шмотки, забойки. И дальше в путь. Сегодня понедельник, 13-е. У нас... Задача выгрузиться в пятницу. 18-го числа. Задачи поставлены. Все распределено. Так, здесь надо притормаживать. Здесь у нас фотоаппаратик есть. Примом решил поспать на остановке. Вот. Ну, как-то так. Поехали. Начинаем нашу трудовую вахту. Михаил Владимирович уставший. Отработал. Он со мной возвращался. Больше двух недель. И в месяц даже чуть-чуть больше отработал сам. Из меня. Откатал в Казахстан. Два раза. Больше там. В этот раз он катался больше там. Сейчас мы заорулим. Здесь стояночка с правой стороны. Лесная лесная. Ну, уже шашлычок. Как-то даже кушал тут его один раз. Мы здесь заедем за водичкой. В общем-то запасы практически полные. Но надо долить до конца, чтобы там домой эти канистры не цыгать. Была здесь колонка. Мне память не изменяет. Сейчас заскучим. Посмотрим, если она. Арбайтен. Дальемся. Ну и как бы больше до Минска остановок не планируется. Шашлык не будем заезжать. Кушать, во-первых, еще рано. Так, здесь тут она волна. Перепроложить. Вылаз с правой стороны. Через 140 метров плавно поверните направо. Сейчас что-то я ее здесь не вижу. Нет, походу, здесь колонки уже. Облом. А нет, есть. Вот она. Не доехала. Она не работает. Или работает. Пойду проверю. Вот я остановился. И у меня опять все ошибки повыскакивали. И все. Этот стояночный тормоз не включен. Вот только дверь открываю. В общем, тут какой-то глюк. Походу, поедем мы в Сканию-Белосток ошибки снимать. Ну и что? Течет тут что-нибудь, нет? Потечет? Снефть какая-нибудь. Нету в кране в этом воды. А нет, и сюда нет. Короче, что-то с этой торировкой нам тут в мозгах намутили. Что она мне здесь показывает? Какие ошибки? Так, это не то. И туда листаю. Вот сюда. Ограниченные функциональные возможности функции активного предупреждения столкновений. И все. Вот она, в общем-то, вот эту ошибку выдает. Вот и неисправность ЕСП. То же самое выдает. Вот две ошибки. Вот они у Миши тоже и светились. Ну и плюс, вот, как говоришь, появилась эта дверь от Каваши. Пим-пим-пим. Вот так. Поэтому, наверное, завтра в Скане Белосток будем заезжать. Может, тут делов-то может снять эти ошибки. Но сам факт. Ну а за водой сейчас буду смотреть. Где-то где-нибудь будет нарисовано. Может быть, еще краник с текущей водичкой. Заедем, наберем. Да, раздражает. Эта вот штука на панели. А ничего. А я не знаю, может в Минске на Сканию заехать. Чтоб посмотрели. В общем, мы порешаем сегодня тут. Участие-то простется. Перетрем это дело. Вторая попытка. Попробуем сейчас вот здесь. Смотрите, краник нарисован какой-то. Может, тут где-нибудь получится набрать. Стоянка для грузовиков запрещена. Это как? Ну и где-то Продник на правом указателе. Пойдем, сходим, посмотрим. На следующем повороте поверните налево. Турки Шерлайнс отдыхать изволят. Пойдем посмотрим, что тут за родник. Где он и с чем его ездят. Ни разу воду не набирал. Или воду. Наверное, воду. Наверное, воду. Вот, родник. А, вот сюда что ли? Ё-моё. Так, я тут по пояс мокрый буду. И что? Ну, что-то журчит, слышно? Точно родник. Ну, побежали тогда. Тут полканистры было. По-другому положить. О! Полна коробочка. Нет, дальше я не пойду. Ну, будем знать теперь. Бали назад круженым и в гору. Фигня какая-то. Видите, уже опять ничего не горит. Сжигание я включил. Написала, выжмите. Ну, выдала все эти ошибки. Выжмите педаль тормоза. Выжил. Написала, отпустите. Отпустил. Все, тронулся. Все пропало. Сейчас посмотрим. В Минск приеду. Буду останавливаться, если опять все загорится. Ну, лабуда какая-то. Что-то там электрику перемкнуло. Мозги там что-то. Надо им там профилактику какую-нибудь, чтобы поляки сделали. Скорее всего. Но я думаю, что она в Минске опять появится, когда буду останавливаться. Что, каждый раз это делать? Это же не вариант. Выжимать педаль тормоза, отпускать. Плюс это, постоянно это ляпание, пимкание. Что-то на ручнике не стоит. Посмотрим по дороге. Будет продолжаться, конечно, заскочек. Пускай поляки там с компьютером залезут. Что-нибудь сделают. У нас красавица Березина на горизонте. Не поверите, 10 градусов за бортом. Просто смотришь сейчас, вот как приходят новости там. Краснодарский, края Ростовская область. Да и вообще там Сибирь. Тридцатник, за тридцатник. Средняя полоса России за тридцатник. Там вообще сорокет на юге. Тут, у нас еще, так можно сказать, все по-божески. Ах, какие тут места красивые. Рыбаков не видно. Ну, понедельник сегодня. Работать надо. Так, тут всегда рыбачки заседают. Вот у нас в Беларуси буквально вот третий день сегодня. Вчера целый день лило. То есть сегодня вот третий день такая вот температура. Вот 19 градусов сегодня по Минску обещают. То есть жары такой, пекла нету. Вот до этого стояла жара под тридцать. Как по мне, так лучше пускай вот так будет. Сильно холодно тоже плохо. Но когда прохладно, можно и это. Взял что-нибудь, а когда жарко лишнее, то уже не снимешь. Я вчера, честное слово, я в этой консервной банке, в этой электричке, я дуба дал. Подорши уже совсем застегнулся. Зубами кладят начинку. Холодно. Вот заверз слегка. Так, ну 80 досталось. Тут уже Борисов проезжаем. Время 7 из 10. Как раз к 8 приедем домой. Ну, отведем там на все процедуры, на все дела. Пока туда-сюда там. Часа 3-4. Ну, пускай самое позднее, мы часов 12 мы выездим. Нормально. Пол пятого. За четыре с половиной часа мы пойдем на Бобры. На границу. Пойдем в Польшу через тот погранпереход, через который обычно снегу выходим. Потом объясню почему. Вот. Так вот, если так в пол пятого 5 приехать на границу, 11 часов перед границей пауза, и утречка в 4 утра самое время с понедельника на вторник будет проходиться. Должно быть все чеченарем. Ну, а уже что тут? Уборочная уже какая-то начинается. По идее уже что-то можно и убирать. Сейчас такая погода стояла. Это сейчас похолодало. А так стояла жара, шли дожди. Я думаю, что тут все росло, наверное, огонь. Вот, ну, к Меринам погнали красненьким крейсом. Поход по раскраске. Видите, какой красавчик. Гонят. Новенький. Может, купили где-то? Ну, как где-то? Купили, наверное, какой-нибудь совхоз или колхоз. Поедет, пойдет поля убирать в уборочную. Уже скоро начнется. Так-то еще не видно было, что... Ну, вот должна вот-вот. Потому что все, в принципе, растет. Все вообще классно. Это что у нас эско? Нет, это эрка. Нет, это эско побежала, желтенькая. Вот и Минск. Здравствуйте. Давно не виделись. Со вчерашнего вечера. Самый час пик. 58. Зенарбайтон едут. Ну и что здесь? Собрались на светофоре. Мне это нравится. Трактора в третьем ряду едут. А мы что, не можем в третьем ряду поехать? Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Правее мы потом перестроимся. Ну вот, братцы, стою. Вот остановился на светофоре. Не выдала никакой ошибки. Я уж тут подумал, может... Здесь у нас, видите, вот сколько автовозов приезжает. Лады. Сейчас ладами будут выгружаться. Так, лады, ренушки сюда привозят с России. Здесь стоянка для легковых. Здесь автосервисы рядом. По продаже. Сегодня понедельник. Здесь разгружаются. Но если ничего мне сейчас не выдаст, то я с чем я пойду на сервис? И с чем? Сейчас вот будем парковаться вот здесь слева. Если нет, значит, не поедем на Минск, в Сканию, в Сканию, в Минск. Будем ехать дальше смотреть. Ну, нет ничего. Видите, чисто на панели. Сейчас вот еще остановлюсь, посмотрю, когда дверь открою. Или когда глушить буду, что будет с этим. Будет ли мигать, это не будет. Может, все-таки мозги пришли на место? Встали, вернее. Нет, вот, встал, наручник поставил, и все. И опять все повывадило. Короче, фигня, ничего. И все, вот, дверь открываю. В общем, сейчас будем звонить, как раз 8 утра. Будем звонить, может, на 12. Вот, видите, машина. Машину заглушила, все равно это происходит. Будем звонить. Попробую часов на 12 записаться к ним туда. 4 часа мне тут на все, про все хватит. Сейчас домой, там, туда-сюда. Сейчас буду звонить им, Сканию. Надо убрать эту ерунду просто. Ну, это не мешает, но на нервы действуют конкретно. В рудом какой-то. Так, процесс распаковки закончился. Хочу похвастаться. Вот, видите, это мне подушку дочь подарила на день рождения. Я сам старую нашу показывать не буду. Пожалею вашу нервную систему. Ваши животы, чтобы они не лопнули со смеха. А это жена подарила. Сковородку. Все полезные вещи дарит. Наша та, ой, тоже показывать не буду. Она в ужаснейшем состоянии. Но ей лет, как мне, почти. Поэтому мы сейчас будем с новой сковородкой. И с новой подушкой. Так, осталось, что забрать покрывало с дома. Оставил постираться, пока тут привез шмотки. Все, я все выгрузил. Холодильник загрузил. Сейчас маленькую вот загоняю. Забираю покрывало. Ноутбук. И, в общем-то, готов в рейс. Видите, какая нас кружечка модная. Это Виктор с Хакасией. Аскиза нам подарил. Спасибо, Витя. Такая модняцкая. Я сначала думал домой. Потом думаю, что мне дома с ней пить. А у нас тут была такая наша. Но она уже такая. Скажем так, подгулявшая. Вот, надо это закинуть. Думаю, оставлю эту кружку здесь, в машине. В общем, все. Ехать готовы. Я думаю, тут Биба и Боба не должны подъехать. В крайнем случае мы чуть-чуть назад сдадим. Все, погнали. Домой. Загоняем маленькую. И поехали. Уже время. Уже, я вам скажу, 10. Я приехал сюда в 8. Вот уже 2 часа. Сейчас пока домой. Пока туда, пока сюда. У нас он за теми трубами. Там река свистачь течет. Куда он ходил. Типа на рыбалку. Субтитры сделал DimaTorzok